Ремонт крови Бердской городской больницы начался в сентябре. Сейчас на стадии завершения ремонт крыши противотуберкулезного диспансера. Там уже проведены все основные этапы непосредственно монтажа мембранной кровли. Сейчас идут уже работы, связанные с установкой противопожарных дверей, непосредственно лестниц и так далее. Вчера специалисты СТК, специалисты непосредственно представители завода, который производит эти материалы, присутствовали на приятии данного объекта. Замечаний по монтажу кровли по противотуберкулезному диспансеру нет. На кровлях хирургического корпуса и взрослого поликлинического отделения номер 2 сейчас проводят монтаж утеплителя. Затем будет укладка геотекстиля и мембраны. После реконструкции крыши хирургического корпуса будет решаться вопрос о ремонте отделений. Годами, несколькими десятилетиями была протечка всех наших основных этажей. И в большей степени это четвертый этаж. Если рассматриваться отдельно лор-отделение и отделение, первичное сосудистое отделение для неврологических пациентов, то в большей степени пострадало отделение ПСО для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Подчеркиваю, что только после того, когда полностью высохнут все наши помещения, мы можем решать вопросы по проведению либо текущего ремонта, либо капитального ремонта. Все эти вопросы, они на контроле в Министерстве здравоохранения Новосибирской области, они на контроле в службе технического контроля и укреплении материально-технической базы Минздрава. Поэтому, соответственно, как только будут закончены все основные виды работы, приняты кровли, мы будем проводить вот эти виды дополнительных работ. В первую очередь, это комиссионно решение вопроса, о каком ремонте будет идти речь. В этом году ремонтируют пять крыш Бердской городской больницы. Кроме туб-диспансера, хирургического корпуса и взрослого поликлинического отделения номер два, меняют кровли кожевин-диспансера и терапевтического корпуса номер один. Там также все идет непосредственно по плану. Сегодня завершаются уже окончательные работы по гидроизоляции терапевтического корпуса номер один. И дальше уже будут приступать к монтажу мембраны. Это все на планируем начало этих видов работ на этой неделе. И аналогично, похоже на венерологическому диспансеру, кровля, которая составляет около 480 квадратных метров, начинается монтаж утеплителя. Алла Дробинская отметила, что все работы идут в срок. Ремонт должен завершиться к 1 декабря.